В новой рубрике, хочу сказать, мы решили узнать у саровчан, что такое смайлики и как они выглядят. Пойдемте. А что такое смайлики? Смайлики, ну вот, в телефоне. А скажите, вот вы часто ими общаетесь? Ну, иногда ставлю, да, там. А для чего они нужны? Настроение выразить какое-то, отношение к чему-то. Проще скобку поставить, наверное. Смайлик – это символ на клавиатуре, который я использую каждый божий день. Он есть разных эмоций, изображает эмоции, он в сети. Какой больше, больше, какой употребляешь смайлик? С улыбкой. Мне бывают веселые и грустные. Смайлик – это эмоции ВКонтакте. Через них мы выражаем все свои эмоции. Смайлик – это эмоджи. Ну, это как иконки. Всякие разные, начиная от улыбающегося смайлика, заканчивая там смайлика какого-то животного, деньги странные, но всякие разные. Я пользуюсь чаще улыбающимися смайликами. А еще есть смайлики в ванной, танцующий человечек, губы, носик, сердечки. Что-то меня понесло. Пойдем работать. Что такое смайлик? Не знаю. Радость, грусть. А вы какими предпочитаете? Пользоваться. Чаще всего смеющимися. Смайлик – это изображение эмоций. А зачем они нужны? Ну, чтобы упрощать общение между людьми. А какими смайликами предпочитаете пользоваться вот вы? Смайлик в черных очках, смайлик лайка и смайлик как пар выдыхающий. А что они означают вообще? Вот пар, который выдыхает. Ну, я обычно, когда типа устаю, его использую или когда злюсь. А с черными очками он просто прикольный. Я по минимуму, на самом деле, пользуюсь смайликами. Там сердечко, огонек, улыбочка, наверное, все. Смешные, грустные, радостные, веселые, забывчивые, задумчивые. А зачем они вообще нужны? Ими можно общаться с людьми, выражать эмоции, передавать свое настроение. А ты пользуешься часто такими? Не особо. Я люблю говорить словами. Пользоваться в наше время смайликами модно, тем более в интернете. Большинство сыровчан предпочитают отправлять своим родным и близким улыбки, обнимашки и, конечно же, сердечки. С вами была рубрика «Хочу сказать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова